Чем опасен грех? Ну, для начала мы должны понять, что иногда мы говорим, что грех это преступление закона Божия, иногда мы говорим, что грех это болезнь души. Вот смотрите, как пишет апостол Иаков. Соделанный грех рождает смерть. А более полно звучит фраза так. Похорь же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. И далее. Не обманывайтесь, братьям и возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. То есть, грех это не просто болезнь души, грех это сопротивление Богу, жизнь не по воле Божией. То есть, все доброе и всякий дар совершенно нисходит свыше от Бога. Когда мы не хотим жить с Богом, это грех, это болезнь. Она просто по-разному проявляется. Смотрите, Бог это есть любовь. Любовь, естественно, грехом не является. Любовь это дар Божий. Любовь это хорошо. Соответственно, любой грех это действие против любви. Если человек думает, что он может любить и при этом совершать грех одновременно, он себя обманывает. Поэтому мы здесь, конечно, на земле совершенства достичь не можем. И поэтому расстраиваться из-за того, что вот я опять и опять грешу и никак, собственно, не могу достичь вот прям безгрешного состояния не стоит. Даже апостол Павел, собственно, пишет, что то, что хочу, не делаю, а то, что не хочу, делаю. И у нас безгрешным был только Спаситель Христос. И только по, собственно, смерти мы будем Христом усовершенствованы, да, то есть избавлены от всякого греха. Но когда мы говорим, чем опасен грех, мы должны понять, что если грех это болезнь души, и мы с этой болезнью не боремся, то все заканчивается смертью, гибелью. Поэтому давайте для окончания просто разделим. Есть грехи, как болезни смертельные, а есть грехи, как несмертельные. Если мы не боремся с грехом на минимальном уровне, то есть когда еще не смертельно, то рано или поздно это доходит до такой точки, когда мы уже умираем. Так же человек, если он не следит за гигиеной, если он кушает нездоровую пищу, если, в принципе, он не одевается тепло, когда на улице холодно, то рано или поздно его вот такое, ну, легкомысленное отношение к своему здоровью приведет к тяжелым уже заболеваниям. Поэтому с грехами боремся мы на минимальном уровне, когда они еще не развились в тяжелой страсти, а, как говорил апостол, собственно, Ян Богослов, есть грех не к смерти. Не расстраиваемся мы от этого, потому что Господь милостив к нам, и в каждом таинстве покаяния Он избавляет нас от всякого греха, чего, естественно, друзья мои, вам всем желаю. Продолжение следует...